Драм-кружок, кружок по фотам, мне еще и петь охота как раз про нее. Единственное, чего не хватает выпускницы первой гимназии Лизе Лосевой, нескольких часов в сутках, чтобы все успеть. А о некоторых своих возможностях девушка и сама не подозревала. Стобальный результат ЕГЭ сразу по двум предметам. Русский язык и общество знания стал приятной неожиданностью. Всегда стобалов это кажется чем-то таким немножко сказочным. Поэтому я была нескольких времен, но очень рада, что так получилось. Не могу сказать, что я корпела над учебниками. Я считаю, что если ученик в течение долгого времени хорошо учится, необходимости в такой непосредственной подготовке, может быть она и есть, но она не настолько остро стоит. Еще трое выпускников набрали высший балл по двум предметам. Всего 100 баллов на ЕГЭ получили 84 человека. И уже по сложившейся в Самаре традиции лучшие результаты выпускники демонстрируют по русскому языку. Я шла к нему весь год. Я усердно готовилась. В принципе, у меня природные данные. Я много читаю. Выпускников, показавших лучшие результаты на ЕГЭ, в торжественной обстановке поздравил глава администрации Самары Олег Фурсов. Кстати, тоже золотой медалист. Он вручил каждому благодарственное письмо. Глава администрации отметил. Первая высота взята, но расслабляться еще не время. Я призываю вас к тому, чтобы вы не останавливались в своем самосовершенствовании, чтобы постоянно оставили перед собой новые задачи и стремились их достигать. И не надо бояться амбициозности. Ставьте планку своих будущих достижений достаточно высоко. Благодаря этому вы будете развиваться, будет развиваться город, наша область и наша страна. Аттестат зрелости получен. Выпускные экзамены позади с вузами определились. Теперь ребятам предстоит выдержать самый сложный экзамен под названием «Жизнь». Марьяна Мирная, Марина Матвейшина, Станислав Левин. События.